Всем привет, с вами Виктория Аню, это видеообзор на корейские уходовые средства с Валберес. По традиции в начале видео короткое слайд-шоу, и если вдруг какой-то из продуктов вас заинтересовал, оставайтесь со мной, я желаю вам приятного просмотра. Сразу скажу, что все товары были отлично упакованы, и все пришло в целости и сохранности. Те, кто давно следит за моим творчеством, знают, что мне очень нравятся уходовые средства производства Южной Кореи. Раньше я делала заказы непосредственно с корейских сайтов, но сейчас это оформить заказ, оплатить довольно проблематично. Конечно, здорово, что на Валберес можно приобрести продукцию южнокорейского производства, но будьте аккуратны, осторожны, дело в том, что корейскую продукцию очень часто подделывают, поэтому приобретайте и заказывайте товары у проверенных продавцов. С торговой маркой Конот я уже очень давно знакома, так как именно они в массы вывели систему стемпинга. Но помимо товаров для стемпинга, данная компания специализируется на производстве профессиональных косметических средств. На Валберес есть официальный магазин VBJ Косметик, где вы можете ознакомиться с представленным ассортиментом. Мне вместе с заказом положили такие вот красочные иллюстрированные брошюрки, и тут также можно посмотреть, какие еще косметические средства, аппараты производит эта компания. И еще такой момент, если сейчас делать заказ из Южной Кореи в Россию, то это будет в разы дороже из-за логистики, и по срокам доставки это может быть больше месяца. Поэтому я очень рада, что продукция Конот официально представлена на ВБ. Начну я с натуральной пенки для умывания, которая подходит для всех типов кожи. Сейчас на своих экранах вы видите состав, зачитывать его не буду, лучше расскажу о заявленных производителям свойствах этой пенки. Данная пенка для умывания подходит для всех типов кожи, в том числе и для чувствительной, и для проблемной кожи. Мягко, бережно очищает, не сушит, не стягивает, при этом увлажняет и освежает. Также производитель обещает, что в результате регулярного ухода с пенкой дерма становится по-настоящему мягкая, а проблема прыщей, ну то есть акне, покраснений и раздражений постепенно уходит. Ну а кислотные компоненты в составе обеспечивают мягкий пилинг. На тюбике есть вся необходимая информация, срок годности после вскрытия 12 месяцев, срок годности в закрытом виде указан, вот прям выбит на самом тюбике. Два года может храниться эта пенка для умывания в закрытом виде. Для начала нужно открутить крышку у тюбика и удалить фольгированную защиту. В принципе это доказывает, что до вас никто это средство не открывал. Закрываем крышку и можно пользоваться данной пенкой в обычном режиме. Ну а теперь о моих впечатлениях. Данная пенка очень хорошо пенится. Знаете, такая воздушная пена получается, при этом вот эта пена хорошо распределяется, то есть процесс умывания происходит очень комфортно. И что немаловажно, ну вот во всяком случае лично для меня, она довольно так же легко и быстро смывается тёплой водой. Расход минимальный для разового умывания, достаточно будет средство буквально с горошину, потому что вот я говорю, вот такое даже небольшое количество, но вот оно просто очень хорошо пенится и распределяется. У меня возрастная комбинированная кожа, и конечно же я пользуюсь и другими уходовыми средствами, но в качестве именно умывашки, вот такой вот первой ступени, очищения, именно очищения кожи лица, средство отлично справляется. Аромат мне описать сложно, могу сказать только то, что он слышен только в процессе умывания. После умывания я вообще его никак не чувствую, мало того он ещё сам по себе, знаете, такой вот ненавязчивый. В общем, пенка мне понравилась. Следующий товар это сухое масло для лица, тела и для волос. По заявлению производителя, данное масло подходит для всех типов кожи, в том числе и для жирной, и для чувствительной. Также производитель заявляет, что данное сухое масло питает, увлажняет, придаёт здоровый блеск, регулирует водно-масляный баланс кожи, улучшает текстуру кожи, делает кожу прозрачно чистой, при этом средство не комедогенное и не вызывает раздражений. Не совсем поняла, что значит делает кожу прозрачно чистой, но меня в этом продукте в первую очередь заинтересовал именно состав из семи натуральных масел. Тут стеклянный флакон, объём 100 мл, и для сухого масла это, знаете, такой внушительный довольно объём, хватит надолго. На флаконе есть также вся необходимая информация, срок годности после вскрытия 12 месяцев, а срок годности в закрытом виде 2 года. Срок хранения отпечатан на донышке флакона. Открутив крышку, мы видим транспортировочную заглушку, она легко снимается, но если вы вдруг боитесь как-то пролить масло, то можно вставить её обратно. По консистенции масло жидкое, чуть плотнее обычной воды, оно легко распределяется, и опять-таки не нужно использовать большим количеством, лучше взять немного сухого масла и, знаете, вот так вот растягивать, распределять по большей площади. Мои руки очень часто контактируют с ацетонно содержащей жидкостью, поэтому постоянно кожа на руках очень сильно сохнет, поэтому для меня такой уход просто необходим. Также сухие масла я использую для кончиков своих седых, неокрашенных волос, для того, чтобы придать им немного мягкости, эластичности, ну вот, скажем, дополнительно как-то увлажнить. Сразу после нанесения сухого масла тактильно чувствуется вот это вот маслянистое покрытие, при этом на ощупь особо, ну вот, какой-то маслянистости не чувствуется. Зрительно также сразу, если вот говорить про то, что вот только нанесли масло, зрительно виден вот этот вот маслянистый блеск. Тут вот я показываю свой далеко не свежий маникюр, и вот после обработки вот этим вот маслом сухим, то есть маникюр уже выглядит так вот посвежее, скажем так. Вот вам, пожалуйста, эффект фотошопа. Через 5 минут масло впиталось, кожа рук при этом осталась увлажненной и защищенной. Как я уже сказала, в составе 7 натуральных масел, органовое масло придает упругость и омоложение, масло грейпфрута, подтягивающие и очищающие действия, масло лаванды успокаивает, подсолнечное масло богато витаминами А, В, С, Е, масло семян жожоба защитные и увлажняющие действия оказывает, масло семян макадами увлажняет, при этом препятствует испарению влаги, и масло абрикосовых косточек контролирует выработку кожного сала, и также оказывает отбеливающий эффект. В общем, присмотритесь, действительно достойное сухое масло. Дальше речь пойдет об укрепляющем шампуне с дамасской розой. Сразу скажу, что в первую очередь меня заинтересовали свойства данного шампуня, заявленные производителем. Вот что заявляет производитель. Данное средство способствует процессу глубокой очистки вплоть до внутренней части пор, чтобы сбалансировать жир и влагу. Успокоить кожу помогает предотвратить симптомы выпадения волос. Шампунь придает объем, силу и блеск. Бессульфатный также не имеет в составе парабенов. В придачу он еще и увлажняющий, и восстанавливающий. Ну как пройти мимо такого? Во флаконе 300 мл. Срок годности после вскрытия 12 месяцев. В закрытом виде срок годности 2 года. Удобно то, что флакон идет с помпой. Это значит, что вы сможете использовать средство дозированно. На короткие волосы достаточно будет одного нажатия помпы. Для средней длины волос 2 нажатия. Ну а там уже в зависимости от длины. То есть вы сами, в принципе, для себя подберете нужное количество, я думаю. По консистенции это средство, этот шампунь, ну вот знаете, вот как масло. Если вы до сих пор думаете, что все натуральные шампуни плохо пенятся, это не так. Уже не первый корейский шампунь, которым не попадается полностью натуральный, но при этом они отлично, замечательно пенятся. Пена тут единственная, она, знаете, такая неплотная, но тем не менее ее вполне достаточно для того, чтобы комфортно мыть голову. В домашних условиях проверить, насколько данный шампунь очищает внутреннюю часть пор, я не могу. Но вот после того, как вы помыли голову, смыли шампунь, причем он очень хорошо смывается теплой водой, горячей водой, то волосы, они, знаете, они вот так вот скрипят, если вот рукой вот так вот провести по длине волос, вот прям скрип, ну не знаю, как описать, но вот есть вот такой вот звук, знаете. Как по мне, шампунь должен в первую очередь именно очищать кожу головы, волосы при мытье, все остальное это, на мой взгляд, уже второстепенно. И вот данный шампунь хорошо с этой задачей, с задачей именно очищения справляется. А вот уже после хорошего очищения можно воспользоваться кондиционерами, бальзамами, но лучший эффект будет все-таки, если использовать средства из одной серии. Вот поэтому дальше речь пойдет о кондиционере для поврежденных волос с дамасской розой. По заявлению производителя, данный кондиционер обеспечивает интенсивное восстановление и увлажнение, придает блеск по всей длине, защищает от ломкости и сечения, ну и, собственно, он сделан на основе семи видов цветочных экстрактов. По заявлению производителя, данный кондиционер является идеальным выбором для всех типов волос, кудрявых, волнистых, вьющихся, прямых, ломких, пушистых, жирных, сухих, в общем, для любых типов волос. Также данный кондиционер полностью восстанавливает от таких повреждений, как, например, агрессивные солнечные лучи, либо повреждения от каких-то нагревательных приборов, либо от средств для укладки каких-то вот таких вот токсичных, либо также защищает и от воздействия окружающей среды. Тут также во флаконе 300 мл, срок годности после вскрытия 12 месяцев, срок хранения в закрытом виде 2 года. Что шампунь, что кондиционер имеют приятный такой свежий цветочный аромат розы, то есть не химозный, не навязчивый, то есть это действительно аромат розы. И тут также флакон с помпой для дозированного применения, и у кондиционера такая, знаете, кремообразная консистенция. Кондиционер я распределяю по всей длине волос после мытья головы шампунем. Время выдержки указано производителем 2-3 минуты на волосах, после этого смываем кондиционер. Шампунь и кондиционер в тандеме дают хороший результат, и, кстати, вся продукция бренда Конат сертифицирована по международным стандартам. Она не тестируется на животных и производится на основе натуральных растительных экстрактов и ценных материалов. Ну что ж, вот такой видеообзор у меня в итоге получился. Если у вас остались какие-либо вопросы, задавайте, и с удовольствием с вами пообщаюсь. Ну а если я была для вас хоть чем-то полезна, пожалуйста, поставьте плюсик, смайлик или сердечко в комментариях. Буду вам очень признательна. И по традиции, как всегда, желаю вам крепкого здоровья и всего самого наилучшего. До скорых встреч!